А вот здесь, смотри, это, видишь, оказывается, сорок она таскала. Смотри, вот в гнезде у нее нашли ручку, очки, вон, видишь, какие. Елена Ташматова – мама восьмерых детей. Младшему сыну только четыре года, а старшей – гордость и опора – выполняет свой долг и защищает родину в зоне СВО. В свободное время женщина старается проводить с семьей. Сегодня она, как и другие матери и жены военнослужащих, приехала на экскурсию в обновленный Звенигородский манеж. От экскурсии дух захватывает, признается Елена. Порожили, очень, да, из того, что было. Как бы мы здесь уже давно живем тоже, и практически вот в центре, в каком состоянии был манеж, мы постоянно видели. И ждали, ждали, ну когда же, когда же уже вот свершится. Ну, очень, красота прям. А посмотреть в манеже теперь действительно есть на что. Внутренние интерьеры и оформление экспозиции построены на стыке тысячелетий и синтезе эпох. Белоствольные березы, реалистичные макеты архитектурных памятников Звенигорода и музейные экспонаты Древней Руси представлены в современной мультимедийной визуализации. Экспозиция «От земли до неба. История города Звенигорода» через персонажей, известных людей истории, литературы, музыки. И вот через эти персонажи наши гости узнают историю города. И поэтому мы очень рады всем показать эту экспозицию. Для семи военнослужащих в этот день подготовили еще один подарок. После экскурсии женщины с детьми отправятся на три дня в живописный парк-отель под Звенигородом, где их ждут полноценный отдых на свежем воздухе, различные культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия. Для того, чтобы можно было и с детками побыть, и уж говоря женским таким языком, немного от кухни отдохнуть, от кастрюлик отдохнуть, чтобы мама могла вместе с детками в бассейне побыть, немножко, вы знаете, вдохнуть вот такого вот свежего воздуха, да, и погулять по территории. Ну, мне кажется, это радость. Экскурсию организовали в рамках проекта Одинцовского округа «Карточка семьи военнослужащего», который был создан для семьи участников спецоперации в декабре 2022 года. Теперь родственники могут получать льготные услуги в парках, бесплатно посещать ряд музеев, муниципалитета и многое другое. Программа быстро развивается, и ее возможности расширяются. Все, что касается предоставления льгот по вот этой карточке мобилизованного, это все абсолютно бесплатно. Либо в ближайшее время также планируется для этой карты добавить услугу скидок в аптеках и в магазинах. Это будет своего рода социальная карта, которая будет у всех наших семей военнослужащих. Центр поддержки семьи мобилизованных оказывает всестороннюю юридическую, психологическую и другую социальную помощь. При организации мероприятий упор делают на подрастающее поколение. В домах культуры округа регулярно показывают детские спектакли. Спектакли в воскресенье, которые будут у нас один в Голицыно, а второй в Жаворонках, мы приглашаем все семьи мобилизованных. Для них бесплатно. В Голицыно это будет сказка «Огневушка» детская в 12 часов и про лисичку в Жаворонках в 12 часов. Так что маленькие детки с родителями могут прийти, с бабушками, с дедушками. Главное, чтобы была вот эта карта, карта для поддержки семей во мобилизованных. Работа Центра поддержки семьи находит множество положительных откликов у родных мобилизованных. Хорошо, что когда жена одна, можно кому-то позвонить, посоветоваться, проконсультироваться. И они подскажут, направят куда-то, дадут правильный телефончик, с кем связаться. Вот мы спасибо от создания. Видно, что мы не одни, нас не оставляют. Даже на расстоянии это очень важно. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова